Привет! Эээ, Трибуар! Ну, вон тышечек, вышел новый видосян, называется, короче говоря, я удалил интернет, и, если честно, надеюсь, нет, потому что, как я без интернета буду, как бы, практически вся жизнь сейчас у нас в интернете находится, как бы, печально это не звучало, на самом деле, но это правда жизни, так сказать, ролик идёт аж практически 9 минут, второй видос подряд, который идёт больше 8 минут, это прям, на самом деле, подарок, так сказать, для души и для всего остального, вот. Вот, но прежде, чем начать смотреть видосян, друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал, на вас, на Яндекс.Дзен, на группу ВКонтактики, да, на Турвуд тоже подписывайтесь, обязательно, ссылочки все будут в описании, теперь давайте посмотрим ролик, думаю, будет что-то интересненькое, поехали! Короче говоря, я удалил интернет. Окей. Привет. Здарова. Если ты смотришь это видео, значит, во всём мире снова заработал интернет. А, хорошо. Но ещё буквально год назад у всех жителей Земли мгновенно пропал интернет. Серьёзно, что ли? Я и не помню. Ну, типа, в интернете я сижу уже много лет, и никогда не видел такого, чтобы интернет прям пропадал сразу у всех жителей Земли. Я должен рассказать, что же на самом деле произошло. Давай. Итак. На дворе стояло лето 2021 года. Окей. Это был день недели под названием Суббота. Хорошо. А всем за ним идёт воскресенье. Я знаю. Где бы ещё я смог это узнать, как не в интернете? Я не знаю, по-моему, об этом узнали ещё до интернета. Именно в нём я с пользой проводил весь субботний день. Общался с приятелем из деревни Берёзки. Сидел на форуме любителей североатлантической берёзы. Нет, ты сидишь не на форуме, ты сидишь на столе. Смотрел видео по сборке берёзы. В смысле сборки берёзы? А зачем собирают берёз? Типа, берёзы высок? Ладно, окей. Собираю берёзу. Вся пару часов весёлого времяпровождения, я наткнулся на один совет. Там было написано «Навести чистоту». Я не знаю, что это означает, я решил загуглить. Это значилось сделать уборку. Ага. Ещё одна. Взял и начал мусорить наоборот. Зачем? Доказательство, что интернет необходим мне, как воздух. Пожалуйста, сначала выкину мусор. Достал корзину из-под стола и очистил. Наверное, мусор всё-таки не так надо было выкидывать. Теперь пора очистить нормальную корзину. Но перед этим не мешал бы почистить. Нормально, а то было ненормально, да? Ооо. У меня примерно так же выглядит на самом деле рабочий стол. Я заносил в корзину один ярлык за другим. Ооо, ну только что удалил. Там было что-то, как будто бы CD Projekt Red этот, как его логотип. Нет, и тот совершил непредусмотрительный поступок, так как делал его закрытыми глазами. После чего я очистил корзину ногами. Нет, нет, нет! Так, как ты уже догадался, это я удалил интернет. Ага. Оказывается, это и вп... Как бы, конечно, я это догадался. Я как бы название прочитал. Правда, он так вот просто работает. Прошу тебя, только не допускай таких же ошибок, как и я. Конечно, не допущу. У меня такого ерунка даже нет. Я вообще не понимаю, как он типа появился. Что этот кошмар повторится вновь. Заметил это я, конечно, не сразу, а только после сто пятьсот тысячного забега динозаврика проверки интернета. Хе-хе, типа до этого я нормально все думал, что так и должно быть, да? Ничего не работало. Кучу раз перезапустил роутер. О, у меня, кстати, такой же роутер был раньше. Ничего не изменилось. ТП-линк, по-моему, называется, потому что... Ну да, потому что мне так уже был. Начал задыхаться. Говорил же, что интернет необходим мне как мозг. Пошел позвонить в службу поддержки. Там советовали заварить БПшку на кефире и посмотреть телевизор. Чего? Бля, бич-пакет на кефире, какого хрена? Это какая-то мерзость. Это еще надо кефир, наверное, до кипения доводить. Двойная мерзость. Также добавили, что им поступают миллиарды звонков о сбои в работе интернета. Что ж, как всегда, полезный совет. Я заварил БПшку и включил телевизор. Это отвратительно. Было так непривычно, что у меня защипало глаза. На всех каналах говорили, что весь мир в один момент отключился. Париж, Нью-Йорк. Массовые беспорядки происходят во всем мире. В ряде стран происходят беспорядки на улицах, а некоторые уже назвали этот день новым концом света. В смысле концом света? Его ж пока никто не отключил. Так мог бы выйти на улицу посмотреть, там тоже свет есть даже. Не надо было играться этим. Как же такое могло произойти? Это все произошло благодаря тебе, дурачок. На экране был как... Нифига себе, откуда тут анонимус какой-то взялся? Это человек в маске. Он сказал, что из-за моего необдуманного поступка весь мир остался без всемирной паутины. А откуда он узнал то, что это сделал именно он? Он следил за ним? Зачем? Без чего? Я захотел загуглить, но интернет... Не получится, интернета-то нету. Он все не работал. Идиот, из-за тебя на всей планете больше нет интернета. Как думаешь, что с тобой сделают люди, когда узнают, что это сделал именно ты? Откусит тебе голову. Я не испугался. Спросил его, откуда он все знает. Он сказал, что это не важно, а важно то, как теперь будет проходить жизнь на Земле без интернета. Я, на самом деле, даже не знаю как, потому что на интернете завязано абсолютно все. И платежи, и коммуналка, и... Короче, все на интернете завязано, поэтому жизнь реально остановится, будет хаос. А как ты пить-то будешь-то в телевизоре? Так. Так сам налей, если ты здесь уже! Хорошо, что не инонимус. Ага, а, да? А, так я же тебя обнаружил. Видишь, ты здесь стоишь, прям передо мной. Напомнил, что просил налить ему чай. Я заварил чай, и мы присели на диван. Инкогнито отхлеб... Это отвратительно! Слушай, а у тебя нет чего-нибудь покрепчивого? А то за свою жизнь я такого насмотрелся, что до сих пор в себя прийти не могу. Да я вижу, как бы то не в себя. Кефир? Однопроцентный? Ну там, типа... Что? Какого хрена геймпад лежит в холодильнике? Ча происходит? Я достал свой кефир и добавил в его чай. Фу, какая мерзость. Получился чефир. О, то, что надо. В общем, инкогнито подробно рассказал мне о том, как отключился интернет во всем мире. Мне было ужасно стыдно. Я оставил всю планету без второго самого ценного ресурса в мире. А первый какой? Все-таки без... Люди или что? А, ладно. Естественно. Как же без ушных палочек можно прожить? По крайней мере мне. А дальше случилось вот что. Вдруг я услышал, как мою дверь начали выламывать. Мне стало... Эппа! И опен апп! Инкогнито сказал, что это сивка. Кто? Специальное интернет-ведомство, контролируемое администраторами. Кто? Не прыгай за мной, поскольку точка отключения глобальной сети была зафиксирована в моей квартире. А я тут при чем? Я вообще не знал, что так можно делать. Нужно срочно спрятаться. Но инкогнито спокойно дотронулся до меня и сказал, что все будет хорошо. Нифига себе, теперь ты в инкогнито. Прикольно. В квартиру ворвались люди в форме. Я стал кричать, что ничего не делал. Но на меня никто не реагировал. Потому что тебя не видно, ты же инкогнито. Что происходит? Ты сейчас находишься в режиме инкогнито, и они тебя попросту не видят. Офигеть. Они реально меня не замечают. Затем инкогнито подошел к одному из них, дотронулся до него и появился окно с действиями. Нифига себе, какого хрена? Типу интернет удалился из интернета, но интернет появился в реальной жизни. Он нажал очистить историю. После этого люди в форме исчезли. Жесть. Я стал спрашивать, почему он... Оказывается, мы живем в матрице. Мне помогает. Он объяснил, что давно мечтал, чтобы интернет наконец отключился. За все время своей непрерывной службы на его долю выпала самая сложная участь. Какой службы? А, ну потому что, типа, он работает в браузере, да? Он устал от постоянных ужасных запросов пользователей. Понимаю прекрасно его. Это страшно на самом деле, наверное. Начинает фотографии милых котят и заканчивая рецептом копченых салфеток. Фу, что? Копченые салфетки? Вкусно, наверное. Пойду попробую. И он хотел просто отдохнуть. А благодаря мне он может впервые в жизни расслабиться. Поэтому мы заключили с ним сделку. Поскольку теперь людям на земле будет тяжко, я должен придумать, как заменить привычный для всех интернет. А он тут при чем? Это ты же с интернетом связан. Ромка вообще ни о чем не знает. Очередь пообещал, что мне не будет грозить опасность. И вот на мои хрупкие плечи выпала задача придумать... Хрупкие плечи, я так плечи поднял. И я стал думать. Первым делом я решил обратиться за советом к Сереге. Ведь в свое время он смог прожить без интернета целых 100 дней. 100 дней это эта фигня на самом деле. Теперь никто не открывал. Куда же он делся? Я спустился вниз. Люди, как сумасшедшие, носились в поисках рабочей сети. Фиг вам, больше их не будет никогда. Мы уже полностью озверели и тыкали в свой телефон палками. Бля, это теперь херня не работает. Фу, что с ним случилось? Что ты из-за столба охотился на лавочку. Стоп, это же Серега. Какого фига? Я подошел к нему и стал приводить в чувства. Он попросил зайти в свои соцсети через мой телефон. Но я сказал, что не получится, так как я случайно удалил интернет. Блин, кажется, ляпнул лишнего. Нет, не лишнего. Почему? Сказал правду. Теперь придется отстирывать футболку. Ха-ха-ха, нафиг ты с кефиром ходишь. Серега с яростью смотрел на меня. Я попросил его успокоиться и присесть поговорить. Но он набрал свою палку на меня. Я бы тоже на самом деле так сделал. Типа, ты убил интернет, а все хана тебе, чувак. О, смотри, там бесплатный Wi-Fi раздают. Вырубил кефиром, неплохо. Через пару часов Серега наконец очнулся. Мне пришлось привязать его, чтобы он меня выслушал. Серега попросил попить. Я налил ему кефир и стал рассказывать... Он же, по-моему, не любит кефир, да? То, что случилось со мной за сегодняшний день. Серега полностью успокоился. Подождите. Я... Я забыл. По-моему, кто-то из них не пил кефир в первом влоге, разве нет? Еще, ведь я дал ему лошадиную дозу успокоительного. На всякий случай, я развязал его. Серега принялся огладить свои пятки. Видимо такое побочное действие от таблеток. Очень странное побочное действие. Я попросил его помочь мне. Серега стал звонить человеку-пауку, чтобы он вернулся в мирную паутину. Кстати, это и логично. Но трубку никто не брал. Потому что Человека-паука даже не существует, чувак. Они такие же странные, как и поступки. Кажется, нашу планету уже ничто не спасет. Но тут Сереге кто-то перезвонил. Тебе наверняка... На пульт. Какая интересно, кто же это был. Это была бабушка Сереги. Она даже не заметила отсутствие интернета и просто звонила ему спросить, как дела. Ну, естественно, бабушке-то зачем нужно интернет... А, ой, нужен нам ваш интернет! И тут я понял, что жизнь на этом не заканчивается. Ее просто нужно перестроить как-то по-новому. Ну, это очень сложно. В общем, на реализацию моей идеи ушло около года. И сейчас я расскажу, как изменилась наша жизнь за это время. На дворите стояло лето 2022 года. Я проснулся, взял газету, на которую был подписан... А-а-а, в газете! One two, Макдоналдс закрывается, Россия. Чёрный лайкал фото друзей. И, разумеется, разгадывал Кроссфорд. Самое популярное приложение в телефоне 11 букв. Легкотьня КАЛЬКУЛЯТОР. Наверное, слушай. Интернет-то не работает, а так как там остальные приложения нужны. Тогда самый популярный сайт не ошибка 404. Бред какой-то. Отписался от этой газеты, спустился проверить почту, ввёл свой логин и пароль. Нифига себе. Интернета нет, зато есть уже такие логины и пароли. Прикольно. А как она работает? Здесь была открытка от мамы. Она поздравляла меня с днём бумажных обоев. Приятно. Забавно. Это был мой друг из деревни Берёзки. Он держал в руках флешку. Сказал, что приехал показать мне прикольный видос. Мы вместе поржались с него. Приехал, блин, с другого города. Точнее, с деревни вообще, чтобы ролик посмотреть. Офигеть, а где он его взял? Не зря он ехал три дня, чтобы показать его. Офигеть, а где он его взял? Всё, посмотрел и уехал обратно. Вот это бить. Верно в зеркало. Сегодня я выгляжу как не совсем урод. А значит, настала пора сделать парочку новых фоток. И куда ты их выложишь? Сделал селфи. Надо бы его выложить. Я распечатал свои фото и вышел на улицу. Выложил его на дорогу. Кому-то нравилось моё фото, а кто-то ставил динам. Ой, какая мерзость. Я подошёл к информационной стене. Это же типа Яндекс. Увидел, что на местной парковке через полчаса начнётся прямой эфир стримера Барсустера. Скорей... Кто? Барсустер. Это типа пустер. Прошло пять часов. Стрим давно закончился. Ну, как обычно. Теперь я... Опоздал. О, Тиндер познакомится, решил с кем-то? Зайти в свой профиль в Тиндере. Начал искать девушку, с которой можно приятно поместить вечер за... Я неинтересно, сколько они там сидят, чтобы ждать людей. Но тут не позвонил Серёга. Он звал сыграть в Контру и скинул смс-к адрес сервера. Через пару минут я уже был у двери на сервер. Она не открывалась. Значит, этот сервер недоступен в моей стране. Ничего, сейчас включили пиво. Переоделся в китайц... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Неплохо. Дверь открылась, и я спокойно прошёл внутрь. На часах 22.00. Я вернулся домой после нашей непродолжительной игры в КС. Видимо, ты играл за Контров, да? Систент перезарядить воду в пистолете и меня кик-туре. Я не устал и хотел спать. Но в моей комнате стоял инкогнито. И он, наверное, сказал, интернет врубился. Опять. Офигеть, уже прошёл целый год с нашей последней встречи. Я спросил, что ему нужно. Он ответил, что мировой интернет наконец восстановили, и он снова заработает в ближайшие часы. Отлично, шикарно. Как можно без интернета вообще не понимать? Слушай, ничего себе. Я даже не знал, радоваться мне или нет. Ведь я и все жители планеты так привыкли к новой жизни без интернета. Ну, сейчас теперь будете опять отвлекать, потому что есть интернет. Нафиг, всё остальное нужно? Инкогнито похвалил меня за то, что я смог помочь человечеству справиться со всеми сложностями в трудную минуту. Вернее, в трудный год. Но инкогнито добавил, что ему придётся стереть память всем жителям Земли об этом периоде времени. Зачем? А может быть всё-таки не надо? Может быть люди тогда это реально начнут жить без интернета каким-то образом? Жесть. Неужели никто в мире не узнает о тех вещах, которые происходили? А обидно на самом деле такое забывать. Даже я сам. Я переоделся и спросил у инкогнито, могу ли я сделать кое-что напоследок. Ну-ка, что? Теперь ты единственный, кто знает о событиях, которые произошли в течение... Единственный? Пять миллионов человек на канале, значит, не единственный. И я прошу, не повторяй моих ошибок. Конечно, не повторю, потому что это невозможно. Я хочу, чтобы ты знал и помнил об этих событиях. Больше никто не должен знать о них. А, это чуваку из берёзок рассказал, да? Тебе навряд ли кто-то поверил. А, нет, сам себе, ладно. Я сохраню тебе на телефон это видео и поставлю напоминание, чтобы ты его посмотрел. А. На этом всё. А почему инкогнито не запретил ему это сделать? Он же хотел удалить всем память. Счастливо, Рома. Это фейк какой-то, да? Всё. Теперь я готов. Ну, естественно, ты готов, потому что, блин, ты всё записал, поэтому всё равно всё помнишь. За последний год. Удаляйте почаще историю за год, друзья. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Короче говоря, я удалил интернет. А тебя потом интернет удалил тоже. Друзья, мы очень старались над этим видео и просим вас только о том, чтобы вы поставили лайк и подписались на наш канал. Нам будет... Прям эпичненько на самом деле получилось. И другие ролики. Ролик реально позвучился очень классный. Прям даже мега эпик. Даже музыка такая эпичная. Мне это такое очень прям нравится. Шикарно. И к тому же связано с интернетом. И интернет это сейчас наша жизнь на самом деле. Было бы реально страшно без него. Потому что это, естественно, не только видосики, соцсети и всё остальное. Сейчас всё абсолютно на интернете завязано. И без него всё просто тупо встанет. Шикарный видос. Лайк уже поставил. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.